Я хочу говорить именно о кресте и значении Его, как в нашей жизни и как в жизни Иисуса Христа, и что с Ним связано. Многие используют, скажем так, казнь Иисуса на кресте Голговском, как изображение в прикладном и изобразительном искусстве. Многие люди не придают значение кресту, носят его как украшение. Или как декорации. Но если бы люди понимали, что крест Христов – это реальное место страдания и казни Господа Иисуса Христа, то не носили бы крест в ушах или на шее. Если бы все христиане понимали, что крест – это место их казни, то не делали бы из него украшения ни на своих телах, ни на колок, ни в домах. И крест бы не был как бы некой красотой. Я больше чем уверен, что никто бы из нас не хотел бы себя украсить виселицей или же электрическим стулом, как декорацией. Но это тоже место казни, на котором бы он потенциально мог бы однажды сидеть или висеть, или на котором был бы кто-то погибших из близких или же казнен, то ли на виселице, то ли на электрическом стуле. Крест Голговский, я так сегодня размышлял утром, и я понял, что он реально разделяет нашу Библию на две части. Это законы и пророки, Ветхий Завет, и благая весть, Бог во плоти и крест Голговский – это Новый Завет. Поэтому те верующие, которые не принимают спасительную жертву Иисуса Христа и все еще стараются жить по Ветхому Завету и пытаются исполнять закон Моисея, к сожалению, по закону Моисея они и осудятся. Подтверждаю римлянам, 2 глава, 12 стих. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. Народ до потопа не было закона, и Христос дал им второй шанс, когда Он спустил Сават, проповедовал, и те, которые уверовали в Него, они были спасены. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Те, кто принимает в сердце Христа, как личного Спасителя, который завершил и исполнил вместо нас весь закон Моисея, спасены будут через веру во Христа. И искупительную жертву Иисуса на Голговском кресте не судится. Кремлянам, 8 глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Значение креста, что это было для Господа нашего Иисуса Христа. Для Него это было, я могу представить что-то. Это место казни и место Его смерти. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 19 глава, 17 стих говорит, «И неся крест свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа». Крест – это место совершения спасения человечества. От Иоанна, 19 глава, 30 стих говорит, «Когда же Иисус вкусил Укшеса, сказал, совершилось, и, преклонив голову, предал Дух». Крест – это место, где исполнился и завершился Христом закон, данный через Моисея. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел, Я, но исполнить». Крест – это место завершения земного пути Сына Человеческого. Евангелие от Луки, 23, 46. «Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». И Сиес сказал, «Спустил Дух». Значение креста в нашей жизни мы можем сами проанализировать и подумать, сколько мы думаем о той жертве. Что для нас с вами христиан значит, и для любого христианина, что значит для нас крест Голговский. «Крест для меня и тебя – это место казни для моего Я». От Марка 8, 34 говорится, «И подозвал народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». «Колговский крест для тебя и меня – это место казни похотей и собственных желаний». Галатам 5, 24 говорит, «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». «Колговский крест – это место нашего спасения через Иисуса Христа». Евреям 9, 28 апостол говорит, «Так и Христос, однажды, перенеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Голговский крест – это начало новой жизни человека через веру во Христа и его искупительную жертву. Все уверующие во Христа Иисуса должны понимать, что их спасение и прощение грехов – это Голговский крест и заклонный агнец. Евангелие от Иоанна свидетельствует нам в первой главе. Иоанн Креститель говорит, на другой день видит Иоанн, идущего к нему искусство, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Исайя еще много лет до рождения Христа говорит, в 53 главе вы все знаете, с 10 стиха, «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его перенесет в жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда, как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Прийти к Христу на крест Голговский без послушания Отцу – это было невозможно. Он это чувствовал, и где-то, он где-то, я бы сказал, не то, что он сомневался, он где-то хотел бы, чтобы, может, было по-другому. Поэтому, если вы даже помните историю с Петром, когда Петр отозвал его, начал прикословить, это от Матфея 16 стих, 16 глава, 22 стих, и отозвал его Петр, начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не буду этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отодет меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Что интересно, ученики – это были близкие его очень люди, даже было 70, но когда он сошел с горы Елеонска, он выбрал из этих учеников 12, тех, которым отец сказал ему выбрать тех людей. И слышать такое от близких людей, он не мог просто проигнорировать или там, ну, просто пропустить. Вот как, помните, женщина, когда, ну, как бы все теснили, она там, ну, он, как бы, уже ученики говорят ему, что вот она здесь, он, а здесь он, как бы, реакция Иисуса Христа, он, у него тоже борение было, и он говорит, «Отойди от меня, сатана, потому что ты мне соблазн, думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Так же, как Иисус Христос, послушание Отца, отверг себя, взял свой крест и пошел на место своей казни, вместо тебя и меня, так каждый из нас, если не оставит свои собственные желания и похоти и не принесет их на Голгофу, и не сбросит из себя свою гордыню и свое «я», то не может следовать за Христом. Наш плотской человек и любой противник Христа будут противиться тому, что от Духа Божия, что было с апостолом Петром. И дальше Христос говорит, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». На кресте Голгофском свершилось нечто. Иисус Христос закончил свою земную жизнь на Голгофском кресте и сказал, «свершилось». Так каждый христианин, который отвергает себя, берет свой крест и следует за Христом Иисусом, завершая свою жизнь на этой земле, может смело сказать, «свершилось». И в пример беру апостола Павла, который говорит Тимофею. Это по 2-му посланию, 4-й главе, 6-й стих. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». В заключение хочу подчеркнуть три важных стиха из Библии и сказать, что путь к Небесному Отцу только через Иисуса Христа. Подтверждаю Писанием Евангелия Теана, 14-й глава, 6-й стих. Иисус сказал Ему, «Я есть им путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Путь к Иисусу Христу только через крест. Евангелие к Луки, 14-й глава, 27-й стих. «Кто не несет креста своего и не идет за Мною, не может быть Моим учеником». И третье, путь ко Кресту только лежит через отвержение себя самого. Подтверждаю Евангелие от Луки, 9-я глава, 23-й стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за Мною». Да поможет нам Господь Иисус, Ему навеки слава. Аллилуйя. Аминь. Аминь.